Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Вгляд с небесным». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня у нас в гостях в виртуальной студии пастор, епископ с города Тюмени Сергей Лавренов. Сергей, приветствую, дорогой. Добрый день. Слушай, ну, любишь ты удивлять людей, первое, с тем лечением, которое ты предпринял, и с тем, что последовало за ним. Ну, а второе твое удивление – это вот книга, которую долгие ждали, уже знали, что ты написал, и вышла эта книга. Я ее покажу сейчас всем. Вот эта книга. «Разговор на чистоту» или «Как помочь священнику». Сегодня я хотел немножко поговорить и о книге, и о тебе, и о твоем состоянии. Да-да. Расскажи немножко, как все произошло в твоем случае с тобой. Ты имеешь в виду здоровье? Да, по здоровью, да. Да, я приношу извинения слушателям за мою речь. Вот это связано с тем, что я принимал один препарат дольше, чем положено. Это побочный эффект. Вот. И еще это индивидуальная реакция моего организма на вот этот препарат. Но это пройдет. Ну, это пройдет. Я даже не волнуюсь, я уже научился с этим жить. Я проповедую. Так что все хорошо. Спасибо. Слава Богу. Наш не победишь. Что тебя побудило написать книгу? Достать очень откровенное. Я тебе говорил, да, наверное, я скажу сейчас для наших зрителей, книга никого не оставит безучастным. В первую очередь она предназначена, конечно, для пасторей, лидеров, да. Я и смеялся, и иногда грустно становилось, хотелось плакать. Смеялся потому, что как будто на 30 лет назад она меня отбросила заглянуть вот в наше счастливое детство христианское, когда первые церкви. Хохотал иногда прям, читаю, себя узнаю где-то в какие-то и других. Ты их достаточно откровенно написал. Редко кто сегодня возьмется вот говорить об откровенных вещах. Как ты дошел до этого? Хотел написать 10 лет назад. Вот еще. Уже был план книги 10 лет назад. А потом подумал. Думаю, ну, вдруг кого-то обижу. Вдруг не время. А тут был ковид. Вот, было времени много. Я взял и написал. Вот, и, честно говоря, появилось еще много-много идей. И я уже начал писать второй том, разговорную чистоту, том номер 2. Вот так это будет. Понятно меня? Да, конечно. Главное, чтобы слушателям было понятно. Да. Ну, ты поднимаешь серьезные темы. Вот смех смехом, да, но наше христианство, харизматическое, писядническое, оно вот прошло 30-летний этот период, и ты буквально давишь на все мозоли, я не знаю, как сказать, на все прыщики, которые выросли вот на теле Христова за это время. Понимаешь, устал, я устал уже от кулуарных разговоров, все в кулуарах, вот, и устал от того, что, так сказать, ну, ой, об этом не принято говорить. Ну, давай подумаем, Мартин Лютер, да, у него были современники, которые о нем писали, что они любили евреев и так далее, и так далее. Как хорошие стороны, так и плохие. Вот я современник. Ситуация, которая в России нового времени, с 90-х, как я уверовал. Вот, и я современник, я хотел описать всю эту ситуацию за последние 30 лет. У меня аналитический ум, я могу, так сказать, прогнозировать и могу структурировать. Вот, поэтому я надеюсь, что эта книга многим поможет. А молодым пасторам очень важно будет его прочесть, чтобы не сделать наших ошибок. Ну, думаешь, не сделают? Всегда же хочется наступить на свои граммы. Сделают, ну, понимаешь, пусть это будут другие ошибки, но они такие. Ты считаешь, что наши ошибки такие серьезные? Ну, вроде выжили же, и церкви выжили, в большинстве своем. Ну, да, но боли было много. Много? Боли в отношениях, между конфессией, вот, боли было много в отношениях между пасторами. Сколько вреда причинять друг другу. Ну, вот как-то так. Ну, ты знаешь, я скажу... Да? Да-да-да, говори. Я поймал себя на мысли, что все-таки книга не критическая. Она открывает какие-то вот проблемы, через что мы проходили. Всего коснулся ты. От отношений между действительно священнослужителями, союзы коснулся, все братства эти. Ты коснулся честно, откровенно. Но я вот себя пытался поймать на мысли, не обидно ли мне будет вот читать и узнавать себя где-то. Ну, для меня это было нормально, как бы я не поймал себя на мысли, что обидно там, что плохо как-то, вот, ты вскрываешь. Злого умысла не было, это честно. Абсолютно честно. Вот, книга аналитическая. Вот, я писал диссертацию в свое время, вот, а это был социально-философский анализ. Анализ социально-философский. Вот, и здесь то же самое, приблизительно. Аналитика. Но вторая часть касается вот действительно проблем, с которыми сталкиваются, о которых никто не хочет говорить. Стесняются, стыдятся. Стыдятся, да. Я описал свою ситуацию, когда я был в депрессии. Как это было жутко, и как я из этого выходил. Это во второй части. Не страшно было вот выставлять себя на показ перед всеми? Нет. Я это уже сделал на саммите у Шевченко. Я там все рассказал. Здесь только в бумажном варианте. А подробнее. Ну, и как это вот выйти, рассказать? Я знаешь, почему говорю? Потому что, ну, многие считают, что проповедники там, и преуспевание то, и то, и то. И такой, все-таки ты пастор крупной церкви. Все у тебя там. И так, и так, и так. И тут вдруг выходишь вперед, и снимаешь с себя все, и говоришь, что я вот попал туда-туда. Вместо Аллилуйя там Господь-Целитель мой, ты говоришь, а я прошел. А я столкнулся с этим. И как-то живу и жил с этим, и выхожу из этого. Ну, да. Многие пасторы в депрессии в той или иной степени. Они просто об этом не знают. Вот им надо помогать. А я никакой не герой. И как люди, у кого онкология, они выходят в соцсети и говорят, у моего ребенка онкология. Или у меня онкология. Помогите. Как это было с Сергеем Жуевым. Как это было с Денисом Подорожным. Мы их благословляем. Сергею уже с Богом. С Господом. Вот. И, так сказать, ну и что тут такого? Да, была проблема. Да. И есть проблема. А когда мы говорим открыто, мы можем людям помочь. Когда я сам прошел депрессию, я постоянно мне звонят. Я помогаю людям, которые попали в эту ловушку, в эту яму. Я им помогаю. Недавно с Томска служительница одной помог. В тяжелом состоянии была уже. Это очень серьезное заболевание на самом деле. Мы никогда не знали об этом. Видишь, может быть, не брали в расчет. Вот ты описываешь вот это. Нет, это было и в советское время. Только не в таких масштабах. Ну вот профессия пастора все-таки где-то статистику недавно приводили. Пятое в мире по смертности, по проблемности, по опасности, да, по всему. Никто об этом даже подумать не может, что это настолько вот сложное, тяжелое. И прежде всего, ты прав, в психологическом плане, работа, труд, служение, как ты это не назови. Альберт, ты тоже понимаешь это прекрасно, какие трудности ты проходил и проходишь. И как хватает, как твоя нервная система еще держится, это удивительно. Слава Богу за тебя. Ну, я тоже тебя понял, что не каждому обо всем расскажешь вот так. Я даже не знаю, но я отшучиваюсь, например, сам заработал сахарный диабет. Шучу, конечно, стал богатым человеком, заводик внутри меня работает, знаешь. Но мы же живем все равно же. Живем, живем. Да, все, не проблема. Я недавно проповедовал в Москве у Александра Кузнецова. Ну, ничего, все меня поняли. Все хорошо. Слава Богу, направление Барсоюза. Выступал. Ты возглавляешь экспертный совет. Очень многие документы проходят через тебя и через, я тоже являюсь частью совета экспертного. Все документы проходят. Церкви, ассоциации, которые вступают в союз. И тоже пропускаем все через себя. Получаем какие-то рекомендации. Не тяжело тебе вот сейчас все это делать? Служить и там, и в церкви, и в союзе. Нет, мне не трудно, лишь бы, как сказать, лишь бы тебе помогали, а не мешали. Вот в чем дело. Вот тогда можно все делать. Можно работать, можно выполнять любую работу. Вот. Ну и, конечно, требуется взаимное уважение, когда мы работаем. Любить друг друга, уважать, понимать. Вот. А мои легалии, это не так важно. Важно здоровье пастыров. Важно их эмоциональное состояние. Важно их взаимоотношение. Важна их динамика сегодня. Важно их психология. Вот. Вот в это непростое время. Поэтому психология нации поменялась. Психология планеты поменялась. Вот. И поэтому мы учимся жить по-новому. Но я полный оптимизма. Я воробья в поле загоняю. Жена мной довольна. Не знаю, о чем вы подумали. Вот. Я имею в виду по хозяйству. Траву покосить, посуду помыть. Слушай, в книге, я прочитал, ты много тоже уделяешь внимания вот малым церквям и пастырям, которые из малых городов, из районных центров, где нет такого вот достатка, еще чего-то. Ты тоже затрагиваешь эту важную тему. И ты обращаешься к пастырям больших церквей, больших динаминаций, чтобы тоже помогали, служили. Я вот, честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь. Ты знаешь, проблема в чем? В чем? Вот эта система странная. Есть большая церковь. Вокруг нее маленькие. Ну, ее, допустим, дочерние. Так с них берут десятины. У них и так ничего нет. Вот. Им и так надо помочь. Им надо помогать, вливать. А у нас так. Мы вас кормим духовно. Сверху мы умные большие. Вы нас равняйтесь. Вот. Отдавайте нам десятины. Да ничего им отдавать. Ничего. Пастыры не ездят отдыхать. Годами. Годами не ездят отдыхать. Вот. И поэтому для меня мы никогда не брали десятины. Если церкви сами не хотели платить. Ну, сами говорят. Пастыр, мы хотим. Ну, это ваше дело. Никогда. Даже наши, я знаю, реабилитационные центры, в которых церкви берут десятины. Обалдеть. Социальная работа, социальные программы, с них берут десятины. Слушай, мы в тюремном служении с 94-го года. У нас большая работа. По Уралу, Тюмерской области, Пермскому краю. Вот. И так мы туда вкладываемся в тюремные сооружения и лидеров годами. Наша реабилитация. Мы постоянно отдавали туда деньги. Вот. А вот это понимание, я большой, и пусть у меня будет еще больше. Для меня это странно. Очень странно. А как же там, ну, Библия говорит, милостынь твоей, помогать сиротам, бедным, нищим, и так далее, и так далее. Мы все идем против Писания. Тогда пасторы большие говорят. Обновимое сидение. И не так давно, значит, в одной из церквей, другая, то есть одна, это ассоциация, просила юридический адрес в одной из церквей. Ну, просто там числится. Так деньги попросила. Пять тысяч. И когда давали, то я сказал, а почему так? Почему так? Почему я должен платить? Обновим иширение. У тебя не то мыширение. Давайте нам бабки. Что на что поменялось? Что изменилось? Что с нами происходит? Что с нами вообще? Это странно. Нам надо менять мышление. С какого на какое? Библия говорит, больше не отдавай, чем принимай. Помогай всем людям. Не отдавайте мне выцарапывать. Отдавайте мне. Давайте все. Очень странно. Для меня очень странно. Извини, я, может, много говорю. Ну, знаешь, наверное... Мне понятно? Да. Многие все-таки ориентировались на это харизматическое движение. На то, о чем ты говоришь. И даже там евангельские, баптийские, и другие церкви. Я помню, как адвентисты у нас радовались, когда мы им подарили книгу Джона Ванзини 30, 60 и 100 крат. Типа это учение, все надо внедрять, и очень замечательно ложится. То есть, получается, мы не тому других учим, и сами не так живем. Откуда это? Как это в нас-то очутилось? Что так тяжело это уходит и ломается? Да. Вторую книгу, она будет посвящена тому, чему мы учили. Чему нас научили. И правильно ли мы учим. Я буду принимать там вопросы учения о вере, о финансовом процветании, об исцелении, о многих таких моментах. Правильно ли мы учим. Мы прошли путь в 30 лет, и мы поняли многое. Об этом надо писать открыто, чтобы люди не притыкались и не уходили из церквей. Ведь так много людей ушло из церквей, потому что они были харизматически научены. Что они будут богатые, успешные, всегда их Бог будет хранить, брак у них будет великолепный, всегда они будут исцелены, всегда их Бог защитит. Не всегда защитит. Умирают люди, погибают, вольны. Давайте вспомним советское время, сколько священников погибли в лагерях и так далее, и так далее. Не защитит Бог по каким-то своим причинам. Поэтому надо учить правильно. Не боишься, что тебя вычеркнут из списка проповедников веры? А я им и не был никогда. Дело в том, что наша церковь началась от поезда Карла Густава, вот это знаменитый, до Абакана, в 92-м году. Но когда я пришел в эту группу, которая сформировалась, шведов уже не было. Их уже не было. А поехал в библейскую школу, я в Санкт-Петербург. Учился у Михаила Котова. И Михаил в свое время вышел из церкви движения веры. Ну, а так как мы были тогда вместе, и мы автоматически тоже. Вот. И, так сказать, все эти годы мы в составе-то и не были. Поэтому, так сказать, что меня исключат. А чего мне бояться? Я там и не был. Вот так. Понятно. Не боишься, что вот... Я считаю, что он 55. Слушай, не боишься, что вот московский междусобойчик как бы запишет тебя в неблагонадежный. Я не знаю, как это сказать правильно, чтобы никого не обидеть. Все-таки большинство... Ты знаешь. В Москве... Ты знаешь, некоторые круги уже давно записали. Поэтому я спокойный. Мы живем, развиваемся, в церкви начинаем. Мы начали за время ковида в церковь в Каринграде. А до этого прошлый год в Лас-Вегасе. Ну, мы двигаемся. Мы развиваемся. Поэтому есть они, какое у них мнение? Отлучат, не отлучат. В каких-то кругах, я говорю, давно. Ну, я не на очень хорошем счету. Ну, как бы это мне не мешает жить. И двигаться за Богом. Очень важно. Слушай, твой оптимизм, он вдохновляет. Я думаю, вдохновит многих людей. Мы же увидели, что вот за это ковидный год, за это ковидное время, прошлый год, да, что очень многие поняли, что лучше дружить, лучше общаться, лучше выстраивать горизонтальные связи. Абсолютно. 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 Не выходя из своих союзов, там, каких-то централизованных организаций. Дружить-то можно со всеми. Можно протягивать помощь, можно делать общий проект. Я до сих пор дружу с Сашей Кузнецовым. Да, он сейчас в другом союзе. Он все. Но мы очень сильные друзья. Я дружу с Сергеем Мальки-Ващианом. Я ему отправил мою книгу в Америку. И отправил Шевченко. Шевченко написал, да, конечно, присылай. Так что, может быть, с ним еще тоже будет прямой эфир. Я не знаю. Но, так сказать, мы на связи. Поэтому я думаю, что книга очень полезная. Объясню, почему. Когда-то надо начинать говорить. Когда-то. Открыто. Некулуарно. Иначе мы похожи на спецслужбы. У нас какая-то возня. Внутри там союзов. Внутри организаций. И все шо-шо-шо. Зачем это надо? Кому это надо? Знаете, иногда говорят. Зачем выносить шор из избы? Как вы знаете. Если уже по дому ходить невозможно. От мусора. То, наверное, надо его вынести. Я никому что... Ты заметил по книге. Я никого не обиден, не оскорбил. Я писал факты. И это правда. Почему мы должны на правду обижаться? Например, все, когда Кураев, протодиакон Кураев, смело высказался по поводу, так сказать, нечистоты в своей церкви, то его своих же, грубо говоря, побили камнями. И отовсюду его исключили. Но зато мы протестанты, мы говорили, какой смелый, какой молодец. Он обнажил эти проблемы и так далее. Вот я тоже открыл некоторые проблемы. Надеюсь, меня свои не побьют камнями. И не убьют. И не торгнут отовсюду. От святых престолов. Поэтому, так сказать... Да, я писал честно. А я всегда был честным. Я не хочу быть правдорубом. Такой, знаешь, дубовой такой. Рубить направо-налево. Нет, я думаю. Я сто раз ее перечитал, свою книгу, шлифовал ее, доводил до, как мне кажется, до определенного качества расстояния и так далее. Это был большой труд. И у меня уже очень много идей по второму тому. Там, конечно, будут такие болевые вопросы. Потому что, ну, например, ну, формула, как я уже говорил, Бог сейчас спасет. В интернете смотришь все время. Там Бог всегда с тобой. Нет, Бог всегда с нами. Но это не то, что мы не погибнем. Да? Он до гибели... Ну, в смысле, человек болеет в больнице. Умирает от онкологии. Бог все равно с ним. Но это не то, что он не умрет, человек. Понимаешь? Что у нас есть? У нас есть надежда, что именно меня Бог помилует. Потому что у нас иногда очень странно. Смотри, Альберт. Летит самолет. Падает. Триста человек насмерть. Один опозданный есть верующий. И говорит, слава Богу. Бог меня помиловал и спас. А остальные триста. Это очень странно все. Понимаешь? Вот поэтому нам, верующим, надо, во-первых, честно поговорить о больных вещах. Но учить правильно людей. Потому что, я в книге пишу, корейский пастор писал о трех пустотах. Вот. То есть, одна из них – иллюзия. Иллюзия, когда люди, будучи научены, не смогли состыковать свою жизнь с верой. С тем, во что они верили. По факту оказалось все по-другому. В семье проблемы. Ребенок – наркоман. Вот, значит, денег нету. Кредиты. И так далее, и так далее. Так мы неправильно учили. Мы говорили, если будешь делать вот так, вот так, верить вот так, и вот так, и еще вот так, у тебя все будет крутое в шоколаде. Такая ложь. Такая глупость. А нам хотелось в это верить, потому что, ой, на халяву все получить. Я только поверил. Пять шагов веры. Поверил. И все получил. Красавцу жену, послушных детей, кучу денег, великолепную церковь и так далее. Какой бред. Но ведь нас так учили. Понимаешь, Альберт, я хочу об этом писать. Вот, и хочу, чтобы люди, по крайней мере, в моей церкви, не приткнулись о том, что мы их неправильно научили. Вот как. А многих уже неправильно научили. С начала девяностых. Смотри, у нас же учение было шведское только. Ну, по факту, да. А опыта российского, людей, которые современные в Господе, интеллектуально продвинутые, имеющие опыт веры и хождения в Боге, не было. Поэтому мы приняли только то, что нам дали. Но не то, что выросло тут, в России. Ну, и так далее. Там из Советского Союза и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, мы получили то, что мы получили. Это было неплохо для младенчества. Но сегодня мы видим, что вот это учение нужно не только корректировать, а существенно менять. Вот. А что там говорить? Даже сам лидер этого движения ушел в другую конфессию. То есть он полностью поменял свое богословие. То есть то, чем он учил нас, это оказывается сейчас, с его точки зрения, вообще фактически неправильно. Удивительно, что в некоторых церквях до сих пор продается его книга «Духовные корни». Там критикуются в этой книге, Мартин Лютер критикуются, критика протестантизма. Но это странно, что в церквях до сих пор, то есть фактически книга, которая против нас, продается в нашей же церквях. Ну, как-то это странно. Странновато для меня еще странно. Вот. Я уважаю этого человека, этого пастора. Все знают его, да, он шведского. Вот. Я уже по факту сделал много, очень много сделал. Много церквей, много хороших начинаний и так далее, и так далее. Но проблема в том, что если мы застряли в 90-х, в том еще мышлении, что мы супер эксклюзивные, что мы супер-пупер, самые крутые, самые большие. Это трагедия. Это трагедия. Слушайте, на роде есть куча новых церквей. Еще поднимется еще куча церквей. И что? Мы будем продолжать ищать, мы самые-самые. Смешно. Ну, какие мы самые-самые. Давай объективнее. В Москве, я говорю о нашем, допустим, братстве, о нашем союзе, три больших церкви. Это слово жизни. Это пасторик Реннер, благая весть. Ну, и такая помеща Сергея Васильевича Реховского. Церковь Роса еще. Церковь Роса, извините. Четыре. Что это для 20 миллионов человек? Ну, и что там, ну, небольшие там и так далее. Что это такое для 20 миллионов человек? Чему нам гордиться? Чему? А текучка какая? Люди бегают из церкви в церковь. Знаете, показывать рост своей церкви за счет чужих прихожан, я в своей книге пишу, это непорядочно. Ну, непорядочно. Ну, как-то это несерьезно. Часу Божьему от этого никакой пользы абсолютно. Поэтому, да. Альба, говори. Ты поднял очень важную тему, тему мышления. Не очень много сегодня думающих пастырей, вот о чем ты говоришь. Проще остаться в 90-х и учить этому, что вот все будет у тебя и то, и другое, и третье, чем думать самому. И вот я сейчас у многих интервьюирую, да, разговариваю с пастырями, спрашиваю, а куда ушло наше хваленое, лютеранское, там, протестантское критическое мышление. Почему так мало людей, которые вот, ну, садятся и вникают в себя, вникают в учения, которые проповедуют. Как будто табу на этом все. Вот сказано, будешь жить богато, сладко, сытно, как сырок в масле кататься. И все. Верь, обдирая людей на этом. Мы какие-то серьезные темы сегодня, и что-то какой-то открытый разговор у нас с тобой идет. Ну да. Не знаю, насколько это можно. Нет, ну, он нормальный вполне. Я не думаю, что люди об этом не знают. Нормальные, ну, думающие, развитые пастыры знают об этом. И знают об этом. Вот, поэтому, честно говоря, никаких секретных вещей мы не обнажаем. Это и так все понятно. Другое дело, что надо, как бы, смело признаваться в проблемах, в неправильных вещах. Ну, смотрите. В книге я пишу о тех китах больших пастыров того времени. Пишу. Мы на них равнялись и так далее. Но они столько сделали боли больного для многих других церквей и других союзов. Что, так сказать, в пору извиниться и сказать, извините, мы кололи ваши церкви. Извините, мы причинили вам боль. Извините, мы вас критиковали. Называли вас мертвой религией. Понимаешь? То есть, извините, мы это делали. И после этого их бы зауважали еще больше. Нет. Они будут уверены сидеть в своих, ну, так сказать, 90-х, вот этих мозгах 90-х. А все идет вперед. Все. Все идет. Я смотрю, он ассоциация у Деремова, да, там эти эпохиальные управления. Огромная ассоциация. Вот тебе новая большая структура. Чеугольный камень там поднялся. Еще какие-то новые будут подниматься. Они же будут подниматься. Я совершенно не собираюсь быть таким оксакалом, мэтром. Я в нашем городе поднимусь. Может быть, еще больше, чем мы. А у нас хорошее очень отношение. Я собираю всех русского вершинства и нерусского вершинства пасторов. Мы все баптисты, птичайцы. И мы вместе собираемся, общаемся. Здорово. А ты говори что-нибудь. А то... Я слушаю тебя. Пытаюсь понять, услышать. И очень хочется, чтобы многие услышали. Услышали тебя. Очень хочется, чтобы заказали книгу. Почитаю. В каждой главе ты брал маленькие эпиграфы из известных высказаний и неизвестных людей. И вот знаешь, в заключении я хочу поделиться. Вот в пятой главе ты написал чьи-то слова тоже Роберта Коди. Имейте мужество жить. Умереть-то любой может. Мне так это понравилось. Короткое выражение. Я в воскресенье даже в церкви поделился. Имейте мужество жить. Имейте мужество говорить честно, открыто. Имейте мужество. Вот первые два слова, они просто потрясают меня. Мужество открыться. Мужество говорить. Ну, даже об этих проблемах. Вот ты нашел в себе мужество. И дай бог, чтобы у нас сегодня поднялись не критиканы, не правдорубы, как ты действительно прав. И говоришь, а действительно, нам нужен честный, трезвый взгляд на церковь, всяческое харизматическое движение, без всяких таких, знаешь, попыток самооправдаться, временем, еще чем-то, увидеть слабые места, помогать начать. Знаешь, простые вещи говоришь, там, маленькие церкви, и те обложили десятинами. Это так и есть. Кто-то научил нас. Это вообще капец. Давайте нам, потому что мы как бы вас кормим, вы наши, вы. Так еще, знаешь как, мы к вам приедем в конференции. Давайте там, мы у вас сделаем пастерский выезд в какой-то маленькой церкви. Все расходы на вас. Аренда жара, питание и так далее. Очень странно. Это очень странно. Ну, знаешь, странность, но берут же все из мира. Типа мы крутые и большие, за нас надо все платить, иначе же мы не приедем к вам. Иначе вы не коснетесь, так сказать, нашего величия, нашего орела святости, чистоты и преуспевания и богатства. В нашем союзе, в нашем союзе, значит, я давно поднимал вопрос деценциализации. Давно поднимал. Вот, смотрите, к примеру, мероприятие союзное в Москве. Все маленькие и большие должны никуда поделететь. В Москве опять никуда не лететь. У них больше всех денег, и они никуда не летят, а мы летим и платим взлосы. Это удивительно. То есть, давайте делать где-то выездные управления, несколько штук было. Так там почти никого не было, особенно из московских. Это удивительные вещи. И я хочу сказать, очень странно, но настоящего, ну, по-моему, я сам далеко не святой человек. Но какие-то элементарные, даже человеческие вещи, они должны быть. Вы знаете, иногда, мне кажется, что люди в мире без религиозных заточек, они гораздо человечнее, человечнее, чем мы христиане. Гораздо теплее, добрее, отживчивее, помогают. Я как узнал, сколько у нас в городе благотворительных организаций. Люди туда жертвуют, приходят, отдают. Мы-то думали, только мы наркоманами занимаемся и помогаем. Ничего подобного. Вот сколько. И люди хотят, они дают, они помогают, они приходят и так далее. Вот. А мы вроде бы имеем правильное понимание, но наши религиозные заточки и неправильные учения, которые были, да, посеяны в нас, они делают нас какими-то сектантами. У нас изжащается нормальное мировоззрение, гуманистический подход. Я имею в виду в библейском смысле. Вот. Он меняется. И мы рессимные, религиозные. И тогда я пишу об этом в книге. О том, как себя пасторы ведли по отношению к подчиненным. Да, это правда. И, ну, я хочу сказать, людей, сколько людей израненных, покалеченных от таких горящих священников. Вот. И это, конечно, нужно прекращать. Ну, а как можно это прекратить? Только они человек об этом говорит. Больше никак. Ну, вот смотри. Ситуация напоминает общую ситуацию в стране. Многие же понимают, что Москва живет своей жизнью отдельно от России. Мы иногда говорим, что Москва – это другая страна. 90, чуть ли 8-99% всех денег аккумулируется в Москве. Все крупные компании и корпорации платят налоги в Москве и зарегистрированы в Москве. Да, да. Церковь приняла этот тот же самый образ. Вот мы московские, мы здесь научим вас всему, и все должно быть здесь. Да так и продолжается. Давайте возьмем развитие страны. Все на Америку равняются. Я только привожу ее пример, потому что там федеративное устройство. Не унитазное, а федеративное. Каждый фактический штат имеет признаки государства. Вот. И, так сказать, ну ладно, наша политическая система сейчас так выстроена. Но наша верующая система, мы-то верующие люди. Мы, церковь, христианство, отношения должны быть другие. Вот. И, так сказать, все очень странно. Вот. И, так сказать, я даже не знаю. Знаешь, Айбет, честно тебе скажу. Я сейчас даже не знаю, как правильно порой. Раньше-то были научные на все. Мы знали, у нас на все ответы были. Я не знаю. Ну, например, правильно ли мы сейчас за исцеление? Руки возлагать так, 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 как. Там, я хантеров почитал, буду писать об этом. Ты домой не читал, хантеров? А в библиотеке учились. В 94-м году только первые книги издали. Открой ее в конце. Это же справащик экстасенсов. Реально. Я тебе говорю. Там геморрой действует. Похлопай себя по щекам. И, значит, провозгласи. Геморрой уходи. Там и так далее. Что же духа геморроя? Я тут посмотрел. Господи. И это мы в это видели. Почитает бед. Это просто. Это фантастика какая-то. Вот. Я не знаю, как правильно сегодня. Я не знаю. Я знаю людей, которые помогают другим. Молятся. У них иконка стоит. Он там не священник. Никто. Мольчик. К нему человек приходит. Он реально возрагает на него руки. Там у него. Мольчик. Человеку помогает. Молитвами какими-то. Какими. Как его. Раз. И человек исцелился. Мы сразу назовем его. Как его. От дьявола. Вот если это не по-протестантски молитва. Это значит от дьявола. Все от дьявола кругом. Не так, как у нас. Все от дьявола. И, Альберт, я тебе честно говорю. Я уже не знаю, как правильно. И вот эти вопросы я буду подбирать. Поднимать в следующей книге. Потому что мы должны правда с этим разобраться. С пророками. Слушай. Ну, вот. Крис Валов. Я поведен, ну, честно. Вот поверил. Крис Валов. Он не так давно собрал несколько пасторов. Как в России. В книге об этом написал. Он написал. Собрал. И сказал. Все. В 21-м году. Бог выстрелит Россию. Как из загадки экономической. Мы поднимемся. В 21-м по 23-й год. У нас будет совместное предприятие с Америкой. Мы погружимся. Предприятия из Китая переедут в Россию. Слушай. Я правда. Я за звук сейчас. Я за все. Но потом он говорит. Президентом будет Трамп. Бабах. Да. Он извинился за ошибку. Но ничего себе ошибочка. Вот это ошибочка. Ну и вот идет 21-й год. Сейчас посмотрим. Если до конца. Бог не выстрелит Россию. Как из загадки. Ну тогда я не могу и пророку этому доверять. Зачем тогда нас было вызывать. Зачем нас было собирать. Включать этот зум и так далее. Вот мы и проверим. Вот. Наступит конец 21-го года. Ну тогда у меня ответ в вопрос. Кому верить. Верить. Кому. Верить Богу, Сергей. Ты об этом. Это я понимаю. Это я понимаю. Ну вот я что-то разошелся. Ну. Наверное надо когда-то. Чтобы кто-то разошелся. Кто-то поднял какие-то темы. И мы набрались мужества жить. Мужества говорить. Мужества видеть. В чем мы. Мужества каяться даже. Ну да. В своих неправых вещах. Для зрителей еще раз покажу эту книгу. Замечательную книгу. Разговор на чистоту. Как помочь священнику. Сергей Лавринов. Можно набить сейчас в интернете. У меня под рукой нет адреса этого фонда. Который распространяет книгу. Вот. Но вы найдете сразу же в интернете. Можете приобрести книгу. Она недорогая. Но очень-очень-очень полезная. Книга, которая заставляет думать. Кто постарше, кто 30 лет назад вошел в служение. Узнаете многое-многое. Вспомните. Знаете. Как будто в детство окуниваетесь. Вот я, Сергей, до начала нашего эфира. Рассказал, как для меня детство. Знаете. Вырос на станции сам. Дом был. И в деревню к бабушке ездили на крупную станцию. И все пахло, знаешь, вот этими шпалами. Вот я забыл, как это называется все. И всякий раз, когда я оказываюсь где-то вблизи вот этого запаха, детство тут же все вспоминается. Вот твоя книга, она меня опять как бы в мое детство, в 30-летнюю давность вот окунула. Когда в каждой главе вижу, и это точно, и тут мы чудили, и здесь еще. Вот. Оно смешно, но когда доходишь потом до того, что сколько люди пострадали от наших чудачеств, сколько всего было. Но все-таки у Бога есть терпение к нам, есть милость. Наверное, есть милость и к этим годам. Абсолютно. Мы не просто оптимисты, мы верующие люди. Слава Богу за все. Сергей, еще раз хочу поблагодарить тебя за наше интервью, за мужество, жить мужество, написать эту книгу. Спасибо большое тебе. Альберт, спасибо тебе еще. Желаю тебе здоровья. Желаю тебя достоять до конца. Вы вернетесь в свое здание. Я просто пророчество. Вы вернетесь. Вы будьте в своем доме. Это будет великая радость. Спасибо. 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 Спасибо.